Конференция посвящена прошедшим матчам между командами Севсимаш Новосибирск, Зоркий, Красногорск На вопрос отвечают главные тренеры команд Валерий Николаевич Грачев, наставник команды Зоркий и Олег Александрович Чубинский, наставник Севсимаш Новосибирск Валерий Николаевич, Вам слово, Ваше мнение о матче Конечно жалко, что заключительная игра для нас Хотел бы, как всегда, играть дальше, двигаться Ну, как мы говорим, всегда начинается сезон, но и он заканчивается Вот сегодня он закончился По игре, что можно было сказать Первый тайм, очень большое преимущество дали команде Севсимаш Ошибки, да, без них невозможно Так же, как и в первой игре с Кемерово, мы дали очень большое преимущество Ну, а во втором тайме, можно сказать, такая открытая пошла игра, можно сказать, для зрителей Последняя игра, чтобы было интересно и туда, и там переживали, и кричали У-у-у-у, и-а-а, как бы радовались Поэтому много забито голов Последняя игра Такой комментарий можно, так сказать, в конце сезона Спасибо всем И болельщикам, я думаю, что переживали болельщики Всегда, каждую игру я знаю, что они переживают Так что огромное спасибо вам, им за сезон Хорошо, спасибо, Олег Александрович Ваше мнение о матче, о сезоне Олег Николаевич сказал Болельщикам игра понравилась Но тренерам, когда команда пропускает, пропускает столько голов Не очень приятно, конечно Но сегодня игры как таковой Просто, не знаю, баскетбол, наверное, был, что ли Туда-сюда, туда-туда, атака, туда-атака Ворону много ошибалась Вообще, мне вообще не понравилось, как моя команда сыграла Вся в защите Вся команда Ну, может, за исключением вратарей Которые пластались и у команды соперников И у нашей команды Ну, а в принципе Крайняя игра сезона, я думаю, получилась Много голов Валерий Николаевич сказал уже Зрители довольны И в ту, и в другую сторону Знаю, что Зорке тоже не подарок И не зря он и первоуральский взял очки Где не очень легко брать Ну С окончанием сезона Двух болельщиков в нашу команду Конечно, хотелось бы продолжить его Но Получилось, как получилось Проанализирован сезон Получился он неудачным Ну, это ясно, я так говорю Неудачно Ну, все равно Будем продолжать двигаться дальше Надеюсь, что следующий сезон Будет более удачным Хорошо, спасибо Коллеги, если есть какие-то вопросы Пожалуйста, задавайте Во-первых, спасибо вам и команде За последний матч Потому что команда, несмотря на то, что Никаких турнирных задач уже не решала Собралась и играла для болельщиков Вот И Пожалуйста, подведите резюме сезона Отлично для вас Какой матч стал ключевым После которого вы уже Ну, честно Внутренне поняли То, что команда уже Не будет предназначать наплыв Увы, с перухой С кем это? Где было бы у нас подавляющее преимущество Уметь просто не шоу ворот А сами Перувальские Это была команда Улучшенный, наверное, был матч по сдержанию В сезоне Лучше играли Если вот так вот По сезону Мне кажется Первые 30 минут С Перувальском дома Это вообще Классик Да, было Спасибо большое Валерий Николаевич Вопрос Какие перспективы у команды В чем-то Ну Не знаю Вот сейчас Глава Красногорска Эльмира Абулбарина Высказалась В таком Формате То, что Может быть Не будет Профессиональной команды Но Я как Можно сказать Коренной Красногорец Вырос Можно сказать Как человек И спортсмен Красногорский Ходил Смотрел На Звезд Можно так сказать Того поколения Сейчас Они ветераны И Старался Хотел Также Учился Играть И Похожим быть На них И поэтому Мое мнение То, что Я думаю Что надо Где-то Разобраться И помочь В команде Не то, что Говорить Что ее надо Закрывать А я думаю Что надо Совместными усилиями Найти выход То, чтобы Осталась В Суперлиге Команда Зорки И конечно Привлечь Другие силы Может быть То, что Но Похоронить Это легко Но Конечно Восстанавливать И то, что Сейчас есть Я думаю Что Надо Это продолжать Потому что Когда начало сезона Было У нас была Очень хорошая команда Я думаю Что мы Боролись Можно сказать Даже в пятерку Но Получилось Так Что Получилось И конечно Сейчас То, что Мы Сейчас Играли На таком уровне Сезон Это не говорит о том Что надо Все это Просто рубить Поэтому Я думаю Что мы Приедем И конечно Хотелось бы Встретиться И Все обсудить И сказать Точку зрения Свою Потому что Мне не безразличны Хоккей с мячом Особенно Команда Мастеров Потому что Наша Школа Будет Работать Но она Она должна На кого-то Учиться Она должна Смотреть На каких-то Звезд И Невозможно Что Ждать Каких-то Наших Игроков Надо Приглашать Откуда-то Звезд Чтобы они С ними Учились Вот тогда Будет Потому что Как у меня Была карьера Я тоже Попал В Динамо Сначала В Красногор Потом В Динамо Я учился У тех Звезд Которые Были Поэтому Я думаю Что Вот так Надо По этому Пути Идти Спасибо Олег Александрович Для вас Эта команда Для вас Этот клуб Зорки Тоже Не посторонний Может быть Вы Какие-то Слова Скажете В поддержку Конечно Правильно Сказал Чтобы команда Была Суперлиги Убрать Суперлиги Это легко А потом Возродить И очень тяжело Как вам сказать Я не думаю Что В Красногорск Не можете Позволить Содержать Одну команду Единственная команда Был футбол Но это был В волейбол Но это тоже был А Хоккей с мячом Там Как говорится Он там Родился Он там Должен Процветать Шикарный Стадион Для чего Ты строишь Зачем Это все Закрывать Правильно Сказали Школа Академия Она должна Куда-то Стремиться Ребята Должны попасть В свою же Команду Чтобы Защищать Цвета Своей команды Для этого Нужно На кого-то Смотреть У кого-то Учиться Поэтому Я полностью Поддерживаю Валерий Николаевич Чтобы Зорки Был Зорки Есть Дорки Должны Оказывать Внимание К нашему Любимому Исконному Русскому Виду Спорта И Скажем так Чтобы Те задачи Ставятся Высокие При началом Сезона Они были Укреплены Финансовой Стабильной Частью Это Это Просьба Для Лица Болельщиков Любителей Хоккей-смячонок Потому Команда У нас С именем Команда У нас С традициями И Хоккей-смячонок В Новосибирске Не просто Жить А развиваться В более Таком Направлении Спасибо И В Краснодорске Безусловно Спасибо Спасибо В заключенном Взять Спасибо